привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет прикольный выпуск об интересном и техническом я вам сейчас немножечко отвечу на вопросы которые возникли для начала почему мы здесь столько времени с тем линтон бэй к сожалению просто все закрыто вокруг панамы сейчас вроде открылась коста-рика и никарагуа но нам нужно в тихий и если мы пойдем наверх в например в коста-рику то мы опять будем вне нашего маршрута но через некоторое время мы скорее всего перейдем канал и будем ждать уже открытия тихого океана в тихом океане на данный момент открыты только галапагосы и фиджи но галапагос это тысячу миля до фиджи там еще ахулиард поэтому мы хотим посмотреть на тихий океан и нам спешить к сожалению или к счастью не нужно но мы с радостью конечно бы уже начали движение но как вы понимаете мы не можем поэтому мы наслаждаемся сейчас временем длинтон бэй марина но в тихий пойдем потому что в начале декабря у нас заканчиваются уже в панаме визы и есть два варианта выйти из панамы и зайти либо же можно остаться здесь условно нелегально и при выходе из панамы нам выпишут штраф который будет составлять 50 долларов в месяц на человека и многие этим пользуются но давайте вернемся к теме нашего сегодняшнего технического выпуска мы хотим сделать чехол на тузик у нас на лодке есть сомбрелла которой мы не пользуемся тент от дождя и если мы не пользуемся уже достаточно давно то мне кажется что может быть имеет смысл сделать так чтобы он послужил нам чем-то нужным и важным они просто тряпка которую мы возим и так тема сегодняшнего выпуска у нас будет изготовление чехла на тузик но сколько будет стоить если его заказать в мастерской мы уже уточняли в мастерской его стоит заказать 650 долларов плюс 20 долларов за каждую дырку вырезанную там под ручки под ну то есть грубо говоря где-то 750 и наверно больше под 800 долларов нам обойдется чехол мне здесь человек который это шьет не очень нравится поэтому я с удовольствием попытаюсь потратить то время которое у нас сейчас есть и будем экономить так как время есть почему бы не потратить эти деньги на что-либо другое давайте рассмотрим что же нам понадобится для того чтобы сделать тент и так вы видите какой у нас большой этот тент я думаю что этого размера будет более чем достаточно для того чтобы сделать чехол для тузика и так самое первое что нам нужно сделать это сделать выкройки то есть снять размеры для этого мы делаем следующее простыню прикладываем и начинаем размечать и так мы делаем абсолютно совсем тузиком то есть мы его просто вычерчиваем и после этого вырезаем шаблоны без припусков просто в размере один к одному верхний левый это передняя часть баллона боковая далее это полное покрытие баллона этот маленький кусочек это задняя часть баллона и с правой стороны это та часть которая носовая я не делал левая правая потому что я так предполагаю что тузик не настолько кривой чтобы нужно было отдельно снимать каждую сторону мы просто перевернем зеркально и разметим прямо на тенте так 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но это мы сделаем после того, как все ручки на липучках встанут на свои места Надо чуть-чуть увеличить на пару миллиметров Как вы видите, машинка шьет галсами Теперь в другую сторону поехали, прямо как на соревнованиях яхтиных Так, а теперь, чтобы эта штука не развесатывалась Вот эту кнопочку мы нажимаем И она начинает идти в обратную сторону Отпускаем И все, нитка закреплена Я только что проходил и увидел дядечку, который на понтоне резал сомбреллу для своей лодки Внимание, я им подхожу, говорю Дай мне, может быть, есть какой-то рабеж Он говорит, конечно, тебе столько подойдет У нас будут надписи ТТ Мушу Первая часть готова Немного пилят, поэтому экскюзи муа Ничего поделать не могу Ну вот так получилось То есть у меня здесь липучка Здесь краешки обметаны Здесь краешки подшиты Здесь была дырочка Это для весла Ну вот Такая вот история Это одна часть Дальше делаем Так, ну что ж Вот, получается, я пришил уже Вот они у нас идут все с ними С этой стороны Носик И с вот этой стороны Теперь нужно придумать Как сюда сделать такой удлинительный клапан Чтобы вот это вот Стыковалось у нас Таким вот образом То есть нужно будет сделать сюда валькра И сюда такой кармашек Кармашек сюда пришить Ну, короче, сейчас Мороки будет так прилично Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот я добавил вот эти вот Холястики, которые будут держать форму И вот такие вот большие На самом деле оно все такое чуть-чуть кривоватое Но когда оно садится, будет нормально Единственное, швы Ну, я же не швея, как вышло Ну, что, вот у нас получился Вот такой тент на данный момент Продолжаем замерять, подмерять Очень много работы А у нас, друзья Четвертый день мучений Связанных с производством Этого чехла на тузике Я даже не предполагал, что будет Вот настолько много работы Конечно, здесь есть Такой вариант, что Эта работа В таком количестве связана С тем, что я это делаю в первый раз Но Тем не менее Сам тент уже Подошел к своей финальной стадии То есть мне осталось сзади Вшить клапана Даже не клапана Наверное, вот эта вот часть Которая скругленная Сделать так, чтобы она была скругленная И клеить валькра Или как это по-русски Липучки На сам тузик Для того, чтобы это все Ровненько стало Надеюсь, за сегодня Это все закончу И заодно сделаю Кармашки Там под всякие веревки Под все Раз уж Этим всем приходится заниматься Ну что, погнали Вот это самая Тяжелая часть Потому что нужно Выклеить вот эту форму Ну, я вот так вот Делаю это так По чуть-чуть По чуть-чуть Я думаю, два Может быть, три Вот таких зажима Как раз эту форму Придадут Ну что, сейчас Вторая часть подготовки Мы будем клеить валькра Это липучка На тузик Субтитры подогнал «Симон» Ну что, друзья Пока у нас валькра засыхает Забыл сказать У нас сейчас уже пятый день Пока валькра у нас засыхает У нас ее немножечко не хватило Мы ее сейчас докупим Это задержка Того, чтобы вот этот сам чехол Повесить на тузик Но сегодня у нас в планах Будет изготовление Всяких сумочек И чехла на мотор Ну что, погнали Итак, у нас есть уже Чехол на мотор Для венчей Ну, раз уж в руки взял Пора делать Надеваем Ну что, Сумочки Готовы Теперь ждем Валькра А пока У меня появилась идея Сделать нормальную сумку Для инструментов Потому что Больше эту машинку Я в руки не возьму Ну, в общем Будет вот так Вот наша сумка Для инструментов Она состоит из двух Половинок Потому что Если с инструментов Будет течь масло Чтобы это масло Не пропитывало Ее полностью Когда она состоит Из двух частей Все-таки так получше И я сделал Вот такие строчки Чтобы оно крепко Все держалось Ну, выглядело Получше Не болталось А с этой стороны У нас Ремешки Которым Это все Будет связано Ну, вот Хоть одно Что-то получилось Нормально Смотрите А сейчас Давайте одевать Полностью Тузик Ну, что, друзья Давайте резюмируем Результатом Я доволен Единственное Что, конечно Я предпочитаю Более аккуратную работу Но В данном случае К сожалению У меня Машинка Которая Слишком большое Количество Самбреллы Прошить не может И с этим Связаны Все проблемы Но Выкрутиться Получилось Тент На Тузик Чехол У нас Есть Ну Соответственно Результатом Работы Я доволен Единственное Что Шесть дней Потраченные На данную На данную Задачу Это Слишком Много То есть Я морально К этому В следующий раз Не готов Буду заказывать Где-то В другом месте Делать это Я, конечно же Сам Не буду Потому что Это просто Пипец Всякими Нужными Штучками Я тоже Доволен Получилось Хорошо Подписывайтесь На Канал Кто еще Не подписался Проверяем Колокольчик Те Кто уже Подписан Лайк Коммент И До встречи Через Несколько Дней Пока